Эти небольшие владения в Сухобузенском районе принадлежат фермеру Евгению Калиновскому. На обрабатываемых площадях растут рапс, пшеница и ячменилен. Свой урожай он реализует не только в крае, но и в западной части России. В этом сезоне Евгений засеял более тысячи гектаров. Рассказать без хорошей техники не оселил бы такой объем. Поэтому приобрел современный трактор. С деньгами помогли власти в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Для того, чтобы заняться агробизнесом только растеневодческим, нужно порядка 30-40 миллионов. То есть для одного это очень солидная нагрузка. А грант агростартап в размере 3 миллионов я подавался. То есть это хотя бы какая-то помощь на начальном этапе. Евгений ведет хозяйство вместе с отцом и братом для успешной реализации своего дела. Наняли рабочих и арендовали участок с сушильным комплексом. Сейчас там как раз обрабатывают собранное зерно. Вот эту тонну ячменя за моей спиной должны очистить от мусора в течение суток. Затем товар загрузят в хранилище, ну а примерно через 3-4 месяца. Зерно должно пойти на свинокомплекс или на перерабатывающий завод, где сделают перловую крупу. Для таких стартующих фермеров, как Евгений Калиновский, в регионе действует программа поддержки. В этом году для развития и создания фермерского бизнеса из краевого и федерального бюджетов выделят более 58 миллионов рублей. Гранты получат 12 крестьянских фермерских хозяйств. Конкурсный отбор заключается в том, чтобы фермер представил свой проект, который должен показать свою эффективность в течение срока его реализации, то есть в течение пяти лет. Более того, основным условием является создание новых постоянных рабочих мест. Заявки на получение гранта отправили около 80 фермеров. Победители выберут специальную комиссию уже на следующей неделе. Диана Хатяшвили, Алексей Гусев, Енисей. Новости.